Добрый день, мои уважаемые подписчики, друзья и гости моего канала. Всем здравствуйте. Привет вам всем из Сочи. Мы сейчас находимся в городе Сочи. Отдыхаем. Мы в дороге, мы в пути. Отдыхаем, наслаждаемся жизнью и исполнением своих желаний. Да, и своей мечты. Когда-то мы об этом долго мечтали, чтобы попасть в город Сочи, посмотреть, какой он наяву. И нам это все удалось. Сегодня мы наслаждаемся. И мечты сбываются. Сбываются, конечно, надо мечтать обязательно. И у нас уже, можно сказать, последний день. Последние дни. Да, мы уже вот-вот все, уже собираемся домой. Мы буквально поехали тут на несколько дней в Сочи, чтобы отдохнуть. И сегодня завершающий, можно сказать, такой у нас день, да? Нет, сегодня у нас четвертый день, а в Сочи мы ездили на пять дней. Завтра у нас еще целый день. Ну, завтра целый день и все, еще дорожку домой. Еще будем наслаждаться. Да. Ну, здесь, конечно, погода хорошая, замечательно, тепло, жарко, комфортно. Ну, сегодня небольшой дождь такой, как бы, да, так, ну, поэтому и... Нам погода не мешает. Абсолютно. Какая бы она ни была, нам здесь прекрасно, комфортно и все отлично. В любую погоду, мне кажется, тут хоть в дождь, ну, я не знаю, вот море рядом, но такого ветра я не чувствую абсолютно. Даже сегодня вечер дождливый и, находясь в номере, у нас открыто окно. Открыто, да. Мы в костюмах ХБ, не жарко, не холодно, нам очень удобно, уютно. Комфортно, да, действительно, ХБшечка. Очень удобно, уютно и само настроение, сама душа радуется, что все равно мы находимся в Сочи, все равно сочинская атмосфера, она благоприятна, конечно же. Благоприятна еще как, да. Здесь такое вот блаженство, вот просто блаженство. Мы сварили кукурузу, сейчас вот порежем чурчхелу и будем вечер коротать под звук дождя. Как это здорово все-таки находиться в южном городе, правда? Все-таки уже осень, притом такая, можно сказать, глубокая осень. Дай-ка тоже кукурузку. Классно? Очень вкусно. Очень вкусно, пупороза. А вот и виднеется железнодорожный вокзал. Последние минуты счастья. Какая прелесть. Ну что ж, пора, пора, пора. И наша ласточка. Адлер, Краснодар. Мы приехали в город Краснодар, и это вокзал краснодарский. Площадь большая, огромная. И мы с этого вокзала сейчас поедем на вокзал Краснодар-2, на маршрутное такси. Немножко в трамвайчике протягиваемся. Иди, стань меня с ними. Давай. Давай, играй музыка. Я, как всегда, в танце, в движении. Не важно, где мы находимся. Настроение отлично. И здесь всегда путешествие получило. Класс. Отдохнули на все 100. Кооперативный рынок в городе Краснодаре. Неплохой рынок, который мне нравился этот рынок. Я иногда сюда забегусь, посмотрю, прогуляюсь по этому рыночку. Редко, конечно, но все равно ходила на этот рынок. Интересно же все равно, где-то что-то все разное. Ну да. Центр города Краснодара. Остановка эта так и называется. Центр города. Новые трамвайчики в Краснодаре. Переходим, да? Переходим, да. Устала? Да, ты знаешь. Сумка, все в одной сумке, это сложнее. Тяжело, конечно. Так встать. Вот сюда сразу ставь. Пойдем. Давай вот здесь от ветерка. Здесь негде. Да, здесь так вот. А Лариса разбила свои вещи на две ноши. Да. И ей легче. У нее рюкзак и сумка. Покажи сумку. Все, что тяжелое у нее в рюкзаке, более полегче она несет в руках. И я обратила внимание еще в Сочи, что так путешествовать удобнее, чем я с одной сумкой. Как раз я вам показываю ножи Ларисыны. И как раз видно мою сумку. Мне тяжелее. Слушай, во, а у тебя сумку еще можно сделать на плечо? Можно. Вообще прекрасно. Посмотрите, как здорово ей так путешествовать легче. Други свободные. Да, чем я с одним тяжелым. Хорошо, рюкзак, во-первых, в нем самые тяжелые вещи. И он еще и греет к тому же. Вот сейчас ветерок, прохладно, да? В Коснодаре. А мне тепло, хорошо. Да. И удобно. А что полегче, я уже сюда кладу. И вот эта сумочка мне тоже очень нравится. Удобно, да, хорошо. Для путешествия, да. Не говори, я ее и поставлю. Она не маркая. Она мне нравится очень. Очень здорово. И вместительная? Да. Все мои покупки здесь? Да. В Краснодаре-2 садимся на наш маршрутный автобус до города Ейска. Ну вот я и дома. Мой отдых закончился. Эти пять дней пролетели так молниеносно. Но от Сочи у меня остались такие прекрасные ощущения, как будто я там отдыхала не пять дней, а целый месяц. Эти пять дней счастья пролетели вот просто на ура. Это был такой восторг. Сколько ярких впечатлений оставил прекрасный город Сочи. Это просто не передать словами. Это надо только все видеть собственными глазами. Город шикарный, красивый. Я не знаю, как будто в сказке мы побывали. Вот сейчас я уже вернулась домой. Дома, как всегда, начинается одна и та же работа. Стирка, готовка, уборка. Пока я ездила в город Сочи, мне пришла посылка от любимого бассейка. Я уже перестирала всю одежду, которую брала с собой. И я хочу сказать, что вот это вот платьишко, как оно мне нравится. Я такая довольна этим платьем. Я его часто одевала и стирала. Ему ничего не делается. Но платье осталось такое же яркое. В нем вообще не жарко, потому что это ХБ. И ничего не растянулось. Вот воротничок. Абсолютно ничего не вытянулось. Я его с удовольствием одевала и гуляла по городу в нем. И самое главное, что в нем комфортно себя чувствуешь. Не жарко, свободно. И ощущения такие очень приятные. Ну и халат. После душа я предпочитаю всегда одевать халат. Мне это удобно, поэтому я из собой брала халат. Этот халат у меня вообще самый любимый. Это вообще уже мой труженик. Я уже его так называю. Потому что я его все лето, можно сказать, не снимаю из себя. Постирала, одела, постирала, одела. И так вот такой круговорот все лето идет. Прекрасная ткань. Я его даже не глажу. Постирала, высушила, одела. Постирала, высушила, одела. Ничего ему не делается. Ну единственное, что я стираю, вот всегда замочек застегиваю, чтобы он был в застегнутом состоянии. И все. А так вот я с ним ничего не делаю. Очень нравится мне. Я люблю этот халат. Ну и вот этот вот костюмчик. Футболка и бриджи. Футболочка здесь идет удлиненная. Вот он после стирки. Точно так же я его одевала воротничок. Он абсолютно не растянулся. Ничего ему не сделалось. Я его одевала в поезде, одевала в гостевом доме. В костюме мне было комфортно, не жарко и очень удобно. И вот бриджи то же самое. Вот они. Ничего абсолютно им не делается. Все на месте. Все прекрасно. Резиночку даже покажу после стирки. Большое спасибо любимому Васильку. Вещи хорошего качества и цена приятная. Я довольна. И сейчас я покажу, что я заказала. У меня посылка 6 килограмм 640 грамм. И цена за доставку 532 рубля. Вот такая у меня сегодня посылочка. Тяжеленькая. Самое первое и самое тяжелое, что я взяла, это двухспальный комплект белья. Этот комплект я взяла в подарок. Но с разрешения я его открою и покажу. Комплект постельного белья называется Эйфория. Он сшит из ткани бязь. Бязь это очень плотная такая. Хорошего качества. Расцветочка такая интересная с бабочками. Я раскинула простынку, чтобы посмотреть, как выглядит комплект. Поближе покажу. Вот так вот. Наволочки у этого комплекта 70 на 70. Наволочка вот она тоже с бабочками. У меня просто нет такой большой подушки, чтобы померить. Все подушки у меня 50 на 70. Этот комплект я взяла в подарок для своих родственников. Расцветочка такая интересная. Веселенькая. В то же время спокойная. Стоимость этого комплекта 1498 рублей. И пододеяльник. Точно такой же, как и простынь. Кайма идет с одной стороны. Мне нравится в Васильке постельное белье. И бязь здесь очень хорошего качества. Плотная такая. Я заказала еще один комплект белья. Этот комплект уже полутораспальный. И он предназначен для одного человека. Так как в этом комплекте одна единственная наволочка. Какая прелесть. Комплект постельного белья. Такой приятной летней расцветочки. Сиренево-розовая тона. И ткань. Здесь ткань тоже бязь. Эта вся бязь идет люксовская. Замечательная расцветочка. Она мне очень нравится. Как я уже говорила, у этого комплекта одна наволочка. Она размером идет 70 на 70 на квадратную подушку. И расцветочка такая же яркая. Веселая. И этот комплект я взяла в подарок. Им будет пользоваться самая замечательная женщина города Ейска. И я еще хочу добавить, что этот комплект белья я взяла в распродаже. Бывают такие там моменты у любимого Василька, когда в распродажу выкладывают комплекты белья. И цена у этого комплекта 700 рублей без одного рубля. Ну, то есть 699 рублей. Этот комплект прослужит очень долго, потому что здесь очень хорошее качество бязи. Бязь люкс. Плотность ее 125 грамм на 1 квадратный метр. И цена этого комплекта 699 рублей. У любимого Василька бывают комплекты постельного белья в распродаже. Также там можно купить отдельно наволочки, пододеяльники, простыни. В отдел распродажи нужно почаще заглядывать. И там можно приобрести вот такую прелесть. Еще я заказала упаковку рабочих перчаток. Серые перчатки. Такие перчатки я себе брала. Они очень хорошего качества. Для работы на улице такие перчатки пригодятся. Они очень плотного качества. Мне понравились эти перчатки. И я эту упаковку с перчатками взяла тоже в подарок. У перчаток хорошая широкая резинка. Они плотно держатся на руке. Эти перчатки действительно очень качественные, плотные и хватает надолго. И цена одной пары перчаток 16 рублей. Я взяла для мамы ночную сорочку. Такая вот она. Это сорочка на кнопочках. Вот она вот такая. С широкими бретельками. Сорочки очень приятные. Хлопок 100%. Спать в них одно удовольствие. И стоимость этой сорочки 515 рублей. Себе я взяла черные брючки. В составе этих брюк хлопок 80%. 15 полиэфир и лайкра 5%. И сейчас я их померю. Брючки с высокой посадкой. Резинка вот здесь. Карманы наружные. Я могу спокойно ими пользоваться. Вот они. Они не сильно большие. Ну и. Брючки сели на меня хорошо. Длину нужно конечно подшить. Это как всегда. Замечательные брючки. Размер брючек я взяла 52. И стоимость 650 рублей. Покажу поближе как выглядит вверху брюк. Я люблю такие модели брюк. С широкой резинкой. С высокой посадкой. И кармашки. Вот они. Они как сделаны. Брючки мне очень понравились. И качество ткани здесь. Они очень плотные. Такие. Тут еще и классик пришито. Вот такие брючки. Еще я заказала домашний костюм из вискозы. Темно-стиневого цвета с принтом. А какой он хорошенький. Я его одела. Такой приятный холодок по всему телу от вискозы. Здесь в составе вискозы 95% и 5% лайкры. Очень приятные ощущения. И я считаю, что он как раз мне по размеру. Это тоже 52 размер. Спинка у футболки удлиненная. Перед чуть-чуть покороче. В то же время футболка очень такой хорошей длины. Ой, ну костюмчик прям одно удовольствие. Именно такие приятные ощущения от вискозы. Даже вот снимать его не хочется. Замечательный костюм. Стоит он 980 рублей. А я и снимать не буду. Я еще и покажу, какие я взяла полотенчики. Я взяла полотенце махровое Туркменистан. Эти махровые полотенчики с бордюром греческого орнамента. И плотность этих полотенец 430 грамм на 1 квадратный метр. Это значит, что они плотные и очень хорошо в себя впитывают воду. Я люблю эти полотенца. Они после стирки еще распушатся, такие прям пушистые становятся и прекрасно впитывают в себя влагу. Я взяла два красненьких полотенца. Размер 40 на 70. Это для рук для лица. И взяла набор еще. Вот такой размер 40 на 70 и 50 на 90. Тоже так же производство Туркменистан. И точно такой же рисунок с бордюром греческого орнамента. И еще набор из полотенчиков. Здесь уже васильковый цвет. Я этот цвет очень люблю. Такой приятный. И 40 на 70. Полотенчики размером 50 на 90 стоят 146 рублей. А поменьше полотенчики размером 40 на 70 стоит 91 рубль. А еще я заказала скатерть кружевную. Вот она какая скатерть кружевная. Посмотрите, какая нежность, какая прелесть. Скоро Новый год. Как она мне нравится. А эту скатерть я купила тоже в подарок. Она мне очень понравилась. Нежная, приятная. И сшита эта скатерть из ткани рогожка. Скажу, что этой скатертью я пользуюсь давно. Эта скатерть прошла уже у меня очень много стирок. И как видите, она в прекрасном, в отличном состоянии. Ей ничего не сделалось. Вот она. Постираю, проглажу и все. Убираю. И она ждет следующих гостей. Видите, какая прелесть. Вот она ткань рогожка. Прекрасно выглядит. Нарядно, замечательно. Стоимость серой скатерти с кружевом 857 рублей. Очень мне понравилась. Классная скатерть. Не переживайте. Стирается прекрасно. Гладится отлично. Выглядит симпатично. Скоро Новый год. Я хочу вам показать, какие есть скатерти в интернет-магазине Любимый Василек. Вот здесь есть раздел для кухни. Сюда я зашла. И расцветки есть разные. От ярких цветных. Однотонные вот есть. Вот такую расцветку выбрала я. Есть новогодняя тематика. А еще есть скатерти круглые. Вот такая круглая с кружевом. Вот эта тоже круглая. Здесь идет ткань полу-лен. Можно выбрать скатерть на любой вкус. Есть скатерть чисто белая с кружевом полу-лен. Такая мне тоже нравится. Выбрать можно на любой вкус. На любую расцветку их. Вон сколько. Аж 11 страниц. И сейчас я покажу, какие есть размеры скатертей. Нажимаю. И можно увидеть. Самая маленькая скатерть размер полтора на метр двадцать. И самая большая скатерть будет полтора на два двадцать. То есть можно выбрать размер любой. На любой стол. Хоть на квадратный, хоть на круглый. Выбор огромный. И спасибо огромное любимому Васильку. На сегодняшний день я вам всем говорю до свидания. Ссылочку на сайт любимого Василька я оставлю внизу под описанием. Там же будет ссылочка на инстаграм. А в инстаграме всегда появляются все новиночки, которые есть у любимого Василька. Ну а ролики про Сочи у меня еще не закончились. Они еще будут. Там ждет еще много чего интересного. Всем до завтра. Пока-пока.